МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире Ориен ТВ. Здравствуйте. Я Анастасия Шахмут. И мои коллеги готовы рассказать о событиях пятницы. Вспомним, и чем запомнится уходящая неделя. Событий было достаточно. Слушали речь президента, встречали олимпийцев. Тем временем в Оренбурге вновь произошел пожар в многоэтажке. И вновь нет пожарной сигнализации. А темнопольная служба опять с претензией к администрации по перевозкам. В составе транспортной комиссии слишком близкие люди. Говорили о разрушенном наследии в виде обкомовской дачи. И все мы, утепляясь, встречали весну. И вот о чем подробнее. На загородном шоссе «Лексус» столкнулся с фурой. Водитель легкового авто погиб. Из каких источников управляющей компанией должны брать средства на оплату штрафов? Сегодня в Государственной жилищной инспекции на итоговой пресс-конференции рассказали, что деньги идут из графы управления домом. Шалость с огнем или умышленно выкуривает. На улице полигонной сгорел очередной расселенный дом. Шума хватает. В Оренбурге, вокруг участка со стариной, с проявлением активной заботы о наследии, шумели кандидаты в президенты, кто с трибуны, кто на указанной площадке. О неявных посылах говорим с экс-депутатом Госдумы Максимом Щепиновым и журналистом Сергеем Хомутовым. Равмоопасная дверь в подъезде требует замены. Светофор на оживленном перекрестке ремонта. Ответственные работники и добродушные люди достойны благодарности. В рубрике дежурный переспондент Абасова. Утро пятницы в Оренбурге началось серьезные аварии. На загородном шоссе джип влетел в фуру. В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте. По предварительным данным, около 7 часов утра водитель Лексуса ехал в сторону 23 микрорайона в районе торгового центра Кит. Мужчина по неизвестным пока причинам выехал на обочину и врезался в припаркованный впереди грузовик Фредлайнер. Машина полностью оказалась подмята под прицеп большегруза. От полученных травм мужчина умер на месте. Тело в специальном оборудовании доставали спасатели, которые первыми приехали на место происшествия. Близкие и знакомые до сих пор не могут поверить в произошедшее. Торопился. И вот так случилось. Может уходил от аварии. Может еще что-то было. Регистратор найдут. Видеорегистратор есть в машине. Попозже. А сколько ему лет было? Ой. 50 с копейками. А чем занимался? Занимался строительством. Почему водитель совершил смертельный маневр неясно. Это предстоит теперь выяснить следователям. Одна из версий. Мужчине стало плохо. По факту аварии ведется проверка. Более 4 тысяч проверок и 30 миллионов рублей штрафов сегодня о результатах работы рассказали в госжилой инспекции. Руководитель ведомства отметил, что от жителей поступает много жалоб на коммунальщиков, много судебных решений и достаточное количество штрафов. Вот только за чей счет оплачивают обслуживающие компании штрафы, все подробности узнал Александр Жарков. Вместо запланированных 22 проверок ГЖИ провело 4223 и практически везде нашли нарушения. Как правило, инспекция выдает предписание для устранения дочетов, либо обращается с иском в суд, который зачастую выписывает штрафы. Они могут составлять и 100, и 200 тысяч рублей. А если проверок в одной компании несколько, то речь идет уже о миллионах. Об этом нам рассказывал директор компании ГАМА в рамках программы «Круглый стол» Виталий Кукушкин. Сколько примерная хотя бы сумма через суды удалось отбить, опротестовать вот этих штрафов? Ну, я так думаю, где-то в пределке 7-8 миллионов. Нормальные такие у вас суммы там в управляющей компании. То есть, смотрите, у нас нет этой суммы. Понятно, я имею в виду, что вам выписывают нормальные такие штрафы. Да, потому что здесь, понимаете, получается, один протокол отбили. У них интерес, азарт, наверное, возникает. Давайте еще. И вот такая вот тема получается, что конца и края не видно. Собственники, в свою очередь, задаются вопросом, а из каких источников управляющая компания должна брать деньги на штрафы? Не из кармана же жильцов. На этот счет в ГЖИ есть четкое мнение. Деньги эти должна брать управляющая компания с графы «управление». То есть, не за содержание дома, а за управление, что ей выделяется. А в управлении ей выделяются деньги на введение документации, прием жалоб заявлений. Ну, различные функции управления этим домом. Вот отсюда на эти деньги должна быть. Если она заходит в статью «содержание дома», естественно, собственники вправе посмотреть, на что истратились деньги. Только вот нам удалось выяснить, что деньги в графе «управление домом» – это своего рода процент, который отчисляется с коммунальных платежей, в первую очередь, для зарплаты руководителя, бухгалтера и другого персонала. То есть, это деньги собственников дома. И сумма эта гораздо ниже, чем назначаемые штрафы. В ГЖИ сообщили, что есть предложения, взысканные с управляющих компаний штрафы, необходимо направлять не в бюджет, а, например, на капитальный ремонт того же дома, откуда были деньги взысканные. Но пока это лишь на стадии идей. О наследии настойчиво говорили всю неделю и даже больше. Снос заброшенного строения на улице 8 марта, который по привычке называют «Обкомовской дачей», вызвал бурную реакцию. Собственник территории надумал использовать участок по своему усмотрению. Скорее всего, будет элитное жилье в красивом уголке Оренбурга. Министерство культуры сразу вспомнило, что это очень ценный объект, его надо сохранять. Под цепочки подключились и общественники, прокуратуры, депутаты. Ценность объекта в истории или все же в цене? И почему другие памятники не вызывают такой заботы? Сталинский ампир. Вот чем цен это здание построено в 50-х. Правда, заброшено оно уже не один год. Его и завидную территорию вокруг, на которой когда-то была и церковь, и захоронение монахов, согласно документам, пять лет назад сначала область обменяла на комплекс «Дубовая роща», а потом уже сама территория меняла собственников. Сейчас по документам из Росреестра владельцы – бизнесмен Вячеслав Богатов и Сергей Крушецкий. А строительная компания, взяв участок в аренду, готовится строить. И вроде обычная история. Но Министерство культуры отстаивает свою позицию. По документам здание хоть и не памятник, но зона культурно ценная. Входит в ансамбль гаупвахты 19 века. Ломать и строить здесь нельзя. Прокуроры сверяют документы, предполагают нарушения со стороны администрации, а депутаты городского совета признались, что перевели эту территорию в зону жилой застройки. К слову, администрация сама намеревалась по планам построить здесь концерт-холл. Ну, на самом деле, вот эта вот ситуация вся с этой обкомовской дачей, о которой мы говорим, она по меньшей мере странная. С одной стороны, а с другой стороны достаточно системная. Вот если мы посмотрим на действия администрации города Оренбурга, как она себя вела в этот момент, я вот четко понимаю, что это не первый раз, не первый случай, наверное, не последний. Вот мы знаем, случай был по точечной застройке у нас на улице Чкаловой, когда там тоже говорили, нет-нет-нет, все неправильно. Потом исковые заявления подаются в суд, суд принимает решение, вносит какую-то незначительную корректировку, и в любом случае дом стоит. Точно такая же история была в Степном. Вот сейчас вот история, которая набирает обороты по скверу на улице Пролетарской. И здесь вот точно такая же история, точечная застройка. Было жалко его. Очень красивое, изящное здание. Я понимаю, что вполне возможно она исторической ценности не представляла, однако там останавливались по приезду в Оренбург и Гагарин, и Фадеев, и Пахмутов с Добронравовым, и все на свете. То есть место такое намоленное. Но те, кто смотрел на него со стороны зауральной рощи, всегда любовались на такой теремок красивый. Меня удивляет, что до сих пор, скорее всего, это делалось с подачей, естественно, администрации, скорее всего, это делалось уже при Арапове. Но вот это молчание меня немножко напрягает. Ну, скажем так, этот актив такой привлекательный, что я допускаю мысль, что за него, например, готовы побороться разные коммерческие структуры, которые, вот, допустим, если мы возьмем там фирма А, которая обладает этим активом, и фирма Б, которая хотела бы обладать этим активом. И, в принципе, возможно, вся эта ситуация и весь этот ажиотаж, который был в прессе, связан с тем, что как раз вызваны вот такие вот действия по поводу, ну, скажем так, понуждения, например, одних предпринимателей распрощаться с этим активом и передать там собственность другим. Заявление о включении обкомовской дачи в список памятников истории и культуры писал несколько раз, рассказал сегодня Сергей Богданов, ведущий научный сотрудник Института Степи РАН в программе «Эхо недели». Последнее заявление было сделано буквально перед Новым годом. По его мнению, собственнику продавали кота в мешке. Депутаты, меняя назначение, тоже были в таких условиях. Причем Сергей Богданов уверен, теперь депутатам придется еще раз поменять назначение той земли, а, соответственно, в обратном порядке. И самое главное, на этом участке земли сразу несколько объектов охраны и самым важным является даже не разрушенные здания, не ценные деревья, а историко-культурный слой земли. Позиции, повторяю, очень слабые у застройщика. И то, что они привлекли епархию, это на самом деле свидетельствует об их слабости и финансовой, и правовой. Этого делать не стоило, это была ошибка. Была ошибка и также вовлечение депутатов во все это. Но депутат сейчас не очень красивый. Это вызов и политической системе сложившейся, и правоохранительным органам. Это вызов и администрации города Оренбурга, правительству всей, собственно, сложившейся системе власти. И в этих условиях они делают просто подарок, невероятный подарок прокуратуре. С точки зрения, скажем так, предпринимателя, вот этих вот бизнесменов, я прекрасно понимаю. Но, естественно, тут есть моральная сторона, этическая сторона вопроса. И когда мы видим всю эту хронологию событий, 2014 год, 2016 год, я четко понимаю, что просто так эти вопросы не решаются. Безусловно, был какой-то сговор отдельных предпринимателей с отдельными чиновниками. И я, скажем так, боюсь оказаться правительством, но мне кажется, что событие будет развиваться следующим образом. Сейчас администрация города, вот там прокуратура подключилась, якобы приостановили снос этого здания. Мне кажется, они сейчас подадут в суд на этих предпринимателей. Естественно, этот суд проиграют, как уже не раз случалось в городе Оренбурге. И потом просто разведут руками и скажут, извините, мы сделали все, что смогли, но это не в наших силах. И пока разбор оставшегося строения и завалов остановлен, начинается бумажная история. Кого определяют основным нарушителем, узнаем позже. Пока хочется напомнить, по документам, об Команской даче была аварийной и памятником не являлась. Зато сколько беспокойных речей прозвучало. При этом в центре Оренбурга достаточно памятников, которые действительно более чем с вековой историей и, по сути, никому не нужны. В центре Оренбурга 35 зданий с громким именем памятник культурного наследия. Все они аварийные, в них уже никто не живет, опасно для жизни. В администрации заниматься ими не планируют, больно затратно. Комитет по управлению имуществом сейчас пытается пристроить их. Заработала программа аренда за рубль с обязательной реставрацией. Об этой программе говорили давно, но, как признался Дмитрий Цветков, заявок от желающих оккультуриваться и помогать сохранять наследие нет. В списке, например, дом городской усадьбы, постройка конца 19 века, ансамбль Хусаиния, начало 20 века, дом купца Калашникова, 80-е годы 19 века. Они заколочены, но посещаемы маргиналами. В таком же неприглядном виде пример промышленной архитектуры конца 19 века. Остатки от ликероводочного завода тоже памятник. Территория его была продана не так давно. Застройщик нового комплекса обязался главное здание ансамбля отреставрировать, чтобы он дополнял новый район. И в схеме все было. Дома сданы, квартиры проданы, но ликерки строителей так и не коснулись. Молчат и те, кто беспокоится за памятники. Если объект обладает статусом культурного наследия или памятником архитектуры, то по закону ремонт может осуществлять и реставрацию. Насколько мне известно, у нас в городе Оренбурге только одна организация, у которой есть лицензия на эту работу. И цены там, они такие заоблачные, что, по-моему, там на порядок даже выше, нежели чем делать ремонт в каком-то там соседнем здании, которое этим статусом не обладает. Все это показывает, что системы такого сохранения в городе нет. И это, я полагаю, что вина не только по охране памятников, но и главного архитектора, который у нас тяготеет к этой точечной застройке. Меня вот это, конечно, пугает. Какие бы новоделы ни возникали, это всегда новоделы. Вот если мы говорим, допустим, о ликерке, там построен огромный жилой комплекс. И когда выдавалось разрешение на строительство как раз застройщику, наверняка эти моменты должны были оговариваться, что, слушайте, ребята, вы строите как раз, вот, скажем так, в шаговой доступности, там, то, что шаговая, там, рукой можно дотянуться, с таким вот объектом, который обладает статусом культурного наследия. Поэтому перед тем, как вводить объект эксплуатации, жилое здание ваше, мы будем в первую очередь смотреть, что случится вот с этим вот объектом недвижимости, с этим памятником. Но я так понимаю, что, скорее всего, это каким-то образом было забыто. А может быть, там, такой договор и присутствовал, но его положили под сукной. И вот то, о чем вы говорите, да, действительно произошло. И получается, что объекты, скажем так, коммерческие, здания и сооружения ввели, а вот этот памятник, его просто бросили. Надо было создавать какой-то отдельный фонд. Но видите, ситуация в стране такая, что любое меценатство не дает преференции в налогообложение. Вернее, формально оно, может, и существует, но реально налоги как брали, так и будут брать. Во многих странах, и Европы, и Америки, у них-то история-то, извините, там, 250 лет, вот, 270, да, но они так трепетно и бережно относятся к своей истории. Поверьте, я был, правда, достаточно давно, в 2000 году, вот, что меценаты активно идут на подобные вещи, там, так сказать, сохранить что-то, там, 200-летнее здание, вот, как-то его отреставрировать, помочь. У нас этого нет. Мне кажется, бизнесмены просто ожидают, что рано или поздно это место освободится, им нужен чистый участок, чтобы возвести очередное офисное здание или элитное жилье. И рано или поздно это произойдет. Теперь к событиям этого дня. В Оренбурге пьяный водитель врезался в крыльцо лицея номер 6 на улице Томилинской. К счастью, авария произошла рано утром, и детей в это время в школе еще не было. Как выяснили полицейские, за рулем иномарки находился 26-летний мужчина. Лихач не справился с управлением. Сначала протаранил ворота, а затем влетел на крыльцо учебного заведения. Сообщается, что молодой человек был пьян. Правоохранители сейчас по данному факту ведут проверку. О других авариях, а также о пожаре и наказании для джентльменов с преступными замашками расскажем в рубрике «Ориентировка». Столкнулись в утренний час пик. Сегодня в 9-м часу утра на проспекте Дзержинского маршрутный микроавтобус догнал иномарку. По предварительной версии водитель микроавтобуса не выдержал дистанцию. К счастью, люди не пострадали, а вот автомобили теперь нуждаются в серьезном ремонте. Точную причину аварии ее виновника предстоит выяснить сотрудникам полиции. Сегодня на улице Полигонной горел расселенный дом под номером 44. Пожарные вылили сотни литров воды. Густой едкий дым окутывал район. Несмотря на то, что дом расселен месяц назад, пожарные первым делом все же проверили помещение внутри. Разведку провели, там никого нет. На заре у пожара собрались посмотреть десятки людей. У соседей расселенного дома уже появились первые версии случившегося. Пацаны, вот сколько я гоняю, я вот не видел, сколько раз уже вызывал сюда. Возможно, дело есть у застройщиков, но не до расселенных домов, а до территории, на которой они стоят, подозревает местный житель Геннадий. Может, задание какое получили. Один дом сажали, второй. Еще вот на очереди, там он еще, два дома. Точную причину пожара установят специалисты. На место уже выехала оперативно-следственная группа полиции. За миллион алых роз на год в колонию двоих. Грабителей цветочного ларька Ленинский районный суд города Орска приговорил к реальным срокам. Осенью прошлого года два парня проникли в торговое помещение и запаслись подарками для своих женщин. С витрины похитили сборники букетов, кассу. Ну, то, что, как бы сказать, было доступным им. Позже хозяйка ларька оценила ущерб в 6 тысяч рублей. Охапки цветов молодые люди принесли домой, но, увидев в дверях полицейских, попытались избавиться от улики и выбросили букет в окно. Однако скрыть причастность к преступлению это не помогло. Учитывая рецидив, суд назначил каждому роману по году колонии общего режима и по 6 месяцев ограничений свободы. Это еще не все новости. Мы продолжим через пару минут. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы продолжаем выпуск и вновь к одной из тем недели. Послание президента, обливание водой и бранью, уход из студии. Все это о политической жизни этих дней. Предвыборная игра на пике осталась две недели. Кто-то из кандидатов забыл о рамках приличия, кто-то просто не готов в поданном формате обсуждать свои программы. А есть и те, кто напрямую нарушает Конституцию. Очевидно, это неважно. Ведь, как известно, шоу должно продолжаться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Два часа о том, что создано уникальное бассейн, оборонная система, и что надо сделать, чтобы народ в стране стал жить лучше, выйдя из бедности, с достойной медициной, доступной ипотекой. Послание президента к федеральному собранию. И все под бурные аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И тот факт, что, по сути, был нарушен главный закон, Конституция никого не озадачила. Ведь это послание должно было зачитываться в конце 2017 года. Но, очевидно, два месяца не срок, тем более в такое жаркое для самовыдвиженца Путина время. Жарко на этой неделе было и на дебатах. Остальные кандидаты, говорят, хотели донести свои программы, а вышло совсем не так. Обливали водой, бронились, а некоторые и вовсе уходили, покидая, цитата, этот базар. Все эти тем временем живо откликнулись граждане. Кандидаты превратились в мемы, больше обсуждали внешний вид претендующих на пост президента, например, у кого к выборам сильнее растет борода. А в комментариях все чаще употребляется слово «клоунада». Это худшее предвыборное информирование о кандидатах за прошедшие 20 лет. И если у одних участников причиной может быть неопытность и недостаточное финансирование, то для других оправдание найти сложно. Это уже оценка политологов. Отсутствие тезисных лозунгов о программах, нет внятных роликов – вот главные претензии. Несмотря на это, Центр избиркома отчитался, как никогда активны наблюдатели. А социологи складывают цифры. Интерес россиян к президентским выборам находится на минимальном уровне в новейшей истории России. Ребята, которые работают в Кремле, это действительно огромные профессионалы, огромные. Я четко понимаю, что это послание Федеральному собранию – это такой мощнейший предвыборный ход, просто мощнейший, который может позволить и может получиться только у одного человека, у одного кандидата. И этот предвыборный ход был использован на 100%. Это хорошо отрежиссированное театральное шоу. И, скажем так, не все участники этого театрального шоу до конца понимают, что они там актеры. То есть они в этом шоу участвуют. Безусловно, у них у всех есть какие-то свои локальные задачи. Я вот с этим абсолютно согласен. Но, скажем так, до конца они сами не понимают, каким образом тот или иной инструмент работает. Я еще раз повторюсь, то, что было у Соловьева, я думаю, вряд ли Владимир Вольфович планировал, что его начнут в прямом эфире обливать водой. Или он будет таким образом общаться с единственной женщиной, кандидатом в президенты Российской Федерации. Но вот получилось то, что получилось. И поэтому и поставили их рядышком, я думаю, не просто так. И сама повестка, и вот, скажем так, ход событий, который развивался. Мне кажется, все это было сделано не просто так. Сказать, что это массировано и правильно продумано и спланировано в целом нельзя. И в этом смысле я с политологами согласен, что это самая невнятная предвыборная кампания. Сказать, чтобы вот люди активно ждали каких-то заявлений, обсуждали какие-то, так сказать, те или иные тезисы. Нет, очень вяло. Вот ощущение полного болота. Не путайте с болотной площадью. Вот. Интерес минимальный. Наверное, это и прогнозировалось. Но вот эта вот навязчивая реклама «Приди и проголосуй» во всех, так сказать, скоро из утюгов, как прибрежные будут звучать эти призывы. Вот. Они повсюду. Вот. Они, мне кажется, что вызывают обратную реакцию. Решение еще не принято. Ответа на главный вопрос нет. Так, комментирую ситуацию в доме номер 26 по улице Брестка и директор ТСЖ «Гамма» Виталий Кукушкин. Напомним, в одном из подъездов люди уже пять дней живут без газа. Голубое топливо им отрезали без предупреждения. Правда, как выяснилось, позже из-за нерадивых соседей. Приходится вот выходить из положения. Мне уже дочка вот привезла плитку, вот на плитке. Почему я должна на плитке, когда я плачу за газ? В этом девятиэтажном доме газа нет в девяти квартирах. Семьи с маленькими детьми, пенсионеры и молодые люди выходят из положения как могут. Кто ходит в гости, чтобы поесть, кто готовит на плитках. А все потому, что вентиляционный канал еще 20 лет назад нарушили жителей одной из квартир, когда снесли стену с шахтой при ремонте. Сегодня коммунальщики в своем плотном графике все-таки нашли время для корреспондентов. Говорят, без дела не сидели. Искали хозяйку квартиры, по вине которой подачу газа перекрыли. Правда, диалог с ней результата не принес. Несмотря на то, что управляющая компания все расходы по восстановлению вентиляционного канала готова взять на себя, в квартиру пустить ремонтников женщина отказалась. По телефону, к сожалению, она категорически отказывается в допуске в квартиру, для того, чтобы мы готовы даже своими силами восстановить данную ситуацию, восстановить этот канал. Позавчера отправили заказанное письмо на адрес. Сегодня в соцсетях мы нашли, скажем, контакты с ней, отправили простую смс, отправили по Вайберу. Виталий Кукушкин добавил, что иск уже составлен. Уже сегодня специалисты ТСЖ «Гамма» обратятся в Дзержинский районный суд. Надеются, что вопрос решится как можно быстрее. Несмотря на то, что сейчас коммунальщики пустили все силы на устранение проблемы, ответить на главный вопрос, почему, то, что вентиляционный канал нарушен по стояку, обратная тяга выяснили только сейчас, рассказать затруднились. Стоит отметить, 20 лет жители жили в опасных для жизни условиях. Проверять вентиляцию входит в обязанности коммунальных компаний. Сегодня корреспонденты отправили официальный запрос в ГОСЖИЛ-Инспекцию. Специалисты сообщили, в ближайшее время выйдут на место и проведут свою проверку. И в продолжение темы «Две недели без света» жильцы дома номер 36, дробь 2 по проспекту Дзержинского. Это последствия пожара. Жильцы не отрицают, что идут восстановительные работы, но сроки, когда все восстановят, им до сих пор неизвестны. Пожар в этом доме произошел 15 февраля. На девятом этаже загорелась квартира. Ее снимал 45-летний мужчина, который погиб в огне. Эксперты выяснили, причина возгорания – неосторожность при курении. Выгорел целый этаж. Двери соседей испортились, как и общий коридор. Шесть квартир остались без света. Уже две недели идет ремонт, и когда он закончится, неясно. Вот и сегодня на месте трудятся коммунальщики. Говорят, уже проблему решили. Дали временное электричество. Провода пришлось тянуть, но обещают, такая ситуация ненадолго. Проведут электричество после того, как будут проводиться окончательные работы по делу данного объекта. В понедельник начнут они делать. Травмоопасная дверь, сломанный регулировщик и чудо-уборщица. Екатерина Сдвижкова сегодня принимала обращение телезрителей и пыталась помочь в тех вопросах, которые самостоятельно горожане решить не смогли. В том числе, во всеуслышание, поблагодарить ответственного работника ЖЭО. Обо всем моя коллега в традиционной рубрике «Дежурный корреспондент». Светофор не выполняет свои главные функции, что опасно для всех участников дорожного движения. Автоледи, обратившаяся к нам, рассказала, что на перекрестке улицы Пролетарской и проезда Нижнего уже несколько дней не работает электронный регулировщик. Из-за этого на участке постоянно возникают аварийные ситуации, предупреждает автовладельцев Оренбуженко. Сигнал о поломке светофора поступил в управление по организации дорожного движения в четверг вечером, рассказал нам начальник ведомства Сергей Прошин. На месте аварийная бригада уже побывала. Оказалось, что в светофоре не работает контроллер. Сегодня отремонтированную деталь рабочие должны поставить обратно, так что вскоре регулировщик снова будет в строю, пообещал Сергей Прошин. Дверь в первом подъезде на полиничке 10-1 тоже гарантировали скоро наладить. О том, что во второй входной двери выбита середина, рассказала жительница дома Ольга. Говорит, недавно открывая то, что осталось от двери, она сильно поранила руку. Особенно тревожно за детей, говорит Оренбуженко. Как нам объяснил мастер обслуживающей компании Лист Жилсервис, Иван, изначально дверь была со стеклом. Дважды его разбивали, меняли. Потом поставили более дешевый и безопасный поликарбонат, но его в итоге выбили. После нашего звонка в компании пообещали снова отремонтировать дверь, а в мае на собрании жильцов будет решаться вопрос о замене двери. Надежда и Любовь – хранители чистоты и доброты. Жители дома номер 199-1 по улице Комсомольской рассказали, что в первом подъезде работают две замечательные уборщицы, судя по всему, сестры – Любовь и Надежда Дмитриевны. По словам Глеба, им удается поддерживать идеальный порядок на этажах и, к тому же, всегда быть приветливыми с жильцами, за что и передаем благодарность. Спасибо и вам за доверие. Звоните дежурному корреспонденту, если самостоятельно решить проблему не удается. И в том случае, если хотите, поделиться радостью. Теперь уже звонков ждем на следующей неделе. Бокс – не только спорт, но и воспитание. Несколько дней в Оренбурге проводили мастер-класс именитые спортсмены. Серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне по боксу Софья Чигава и чемпион мира и Европы по универсальному бою Адлан Амагов. Совместные тренировки прошли не только с кадетами и воспитанниками спортивных школ, но и с бойцами Росгвардии. Приезд титулованных спортсменов для воспитанников различных секций всегда было большим событием. К детям приезжают те, на кого они равняются. Именно такие задачи поставили перед собой оренбургские бизнесмены Руслан Шарыпов и Александр Ершов, которые пригласили в наш город Софья Чигава и Адлана Амагова. Все прекрасно знают, что когда сами были маленькие и молодые, занимались спортом, приезд какого-то боксера или бойца смешанных геноборств. Для любого спортсмена, это огромная мотивация для молодежи. Сегодня федерация ММА стремительно набирает популярность. Чемпион мира и Европы Адлана Амагов в свои 30 лет добился невероятных успехов, и ему есть, что показать юным спортсменам. У нас детский спорт по смешанным геноборствам, можно сказать, буквально пару лет назад открылась, когда открылась официально уже федерация ММА России. Ребята занимаются, мне кажется, в каждом регионе есть уже федерация ММА. Серебряный призер Олимпиады по боксу Софья Чигава завершила спортивную карьеру и занимается тренерской деятельностью, работает с детьми. Говорит, что спорт должен быть доступным для молодежи. И сегодня это реально. Раньше мы выходили на улицу, нам не было страшно за то, куда дети идут. Сейчас это чуть другое дело, сейчас пострашнее, потому что чуть-чуть другое время. И мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы мы могли сохранять детей, тем более к нам не идут мажоры, к нам не идут богатые дети, к нам идут дети, которым действительно зачастую они в сложной жизненной ситуации. Зачастую это неполноценные семьи. Конечно же, мы в залах во всех регионах, когда мы в залах, а тренер становится вторым родителем. Три дня именитые спортсмены пробудут в Оренбурге. Впереди еще мастер-классы в спортивных школах, побывают в президентском кадетском училище, уже поработали и на базе СОБРа. С силовиками провели совместную тренировку. Спортсмены надеются, что новые навыки помогут сотрудникам Росгвардии в борьбе с преступностью. И пока к этой минуте все. О чем не успели рассказать, обязательно продолжим в 23 часа. Хорошего вечера и до скорой встречи. В ближайшие сутки в Оренбурге небольшая облачность без осадков. В отдельных районах слабый туман, измрозь. Ветер юго-восточный слабый. Ночью от 19 до 24 градусов мороза. Завтра днем от минус 7 до минус 12 градусов. В Оренбурге небольшая облачность без осадков. Ветер юго-восточный слабый. Ночью 23-25 мороза. Завтра днем минус 7-9 градусов.